Я хотела спросить, так, во-первых, видно ли презентацию, хорошо ли меня слышно? Все отлично. Видно ли презентацию? Да. И меняются ли слайды? Да. Слайды меняются? Меняются. Спасибо. В таком случае начинаю. Добрый вечер, коллеги. Тема моего доклада «Бум времени. Рецепция Зебальда в России в контексте общественно-политического климата 2010-х». В общем-то, большую часть своей филологической жизни я занималась писателем, которого Зебальд считал своим литературным учителем. Это австриец Томас Бернхард. Но последние несколько лет Зебальд интересует меня чуть больше. Рецепции Зебальда у меня написано 4 статьи, одна из них для энциклопедии. И то, о чем я буду говорить сегодня, я надеюсь, со временем станет частью книжки. Я уверена, что среди присутствующих есть люди, которые прекрасно знакомы с биографией, с текстами писателя. И вот мы с Игорем Александровичем успели до этого немножко пообщаться. Я знаю, что я видела интервью с Макушинским Михаила Немцева на Гефтере. И, может быть, есть еще люди, которые, может быть, даже лучше, чем я, ориентируются в теме. Но наверняка есть и те, кто только слышал это имя. И вот, наверное, все-таки стоит попросить прощения у первых и сказать, что это для вторых. И я предупреждаю, что преамбула будет достаточно такая объемная. Биографический контекст в данном случае действительно важен, поэтому начнем с него. Ну вот, помпезное, слишком немецкое имя Винфрид Георг, по выражению Марии Степановой, имя с люфтваффовскими крылышками, писателю не нравилось. В интервью он несколько раз заявлял, что у него якобы есть третье имя, Максимилиан. Однако документами это не подтверждено. Тем не менее, домашние друзья называли его Макс, а произведение он подписывал инициалами в Эго-Зебальд. Вот. История Зебальда – это история человека, чья жизнь изменилась под влиянием событий, свидетелем которых он никогда не был. По словам одного из биографов, его творчество определили две тихих катастрофы, которые случились до его рождения. И были окружены всеобщим молчанием или заговором молчания, conspiracy of silence, как выражался потом сам Зебальд. Первая катастрофа – это Холокост. Вторая катастрофа – это бомбардировки немецких городов, авиации и союзников во время Второй мировой войны. И вся эта история – это страдания от вины выжившего. Вот по-немецки Увельшут – это ученик-аспирант Зебальда. Он говорил «unfischulde schulde schulde», то есть вот незаслуженная вина. И он стал основным триггером его творчества. Зебальд родился в 1944 году в Южной Баварии, в абсолютно идиллической местности, горной Ольгой. Семья жила в деревнях, сначала в Вертыхе, потом в Зундхофене. Это такие затерянные деревушки, не очень затронутые цивилизации, где время вообще течет совершенно по-особому. И не во время войны, не спустя долгое время после, о Холокосте там никто, разумеется, ничего не говорил. И ситуация изменилась очень внезапно, когда Зебальда исполнилось 17. В интервью он рассказывал, что был прекрасный весенний день. На время после просмотра фильма был запланирован футбольный матч. И вот в школу пришли люди с киноаппаратурой и совершенно без всяких комментариев показали подросткам фильм о концентрационном лагере Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Это тот лагерь, где умерла Анна Франк, погибла. И что конкретно увидел Зебальд, сказать трудно. На сайте энциклопедии Холокоста, United States Holocaust Memorial Museum, есть кадры, снятые в Берген-Бельзене. Их можно посмотреть. Это всего лишь одна минута. Там стоит капитан британской армии на фоне только что раскопанного захоронения. Рассказывает, что вот утром они похоронили 5000 убитых узников, показывая на яму перед собой, в которой находятся еще 5000. И сообщает, что две такие же ямы раскопывают в данный момент. Но еще я скажу, что в 1984 году в архивах имперского военного музея в Лондоне был обнаружен неизвестный документальный фильм о Холокосте, снятый Хичкоком. И он снимался по заказу Британского министерства информации и должен был стать частью британо-американской программы перевоспитания населения Германии. И основой фильма были как раз кадры, которые снимались британскими, американскими и советскими операторами на территории концлагерей Берген-Бельзен и Аушвиц. И, соответственно, доподлинно известно, что работая над фильмом, Хичкок был вынужден на неделю приостановить работу, чтобы просто прийти в себя после увиденного. Ну и вот фрагмент подобной хроники показали подросткам без всяких предварительных объяснений. Как писал Зебельда, без всяких предварительных разъяснений смерть вторглась в классную комнату и никто не знал, что с этим делать. Последующего обсуждения не было, всех отправили по домам. На Зебельда увиденное оказало невероятное впечатление, он начал расспросы, отец солдат вермахтов прямо отвечал «я не помню». И, в общем-то, вот даже не официальная политика преодоления прошлого, а именно молчание в семьях простых немцев и такое изумление от того, что травма нацизма была неосмыслена, они как бы и стали триггером его творчества. В 1963 году он поступает во Фрайбургский университет, изучает германистику и английстику и внимательно следит за процессом во Франкфурте. Это был 1963-1965 год, публичный процесс, на котором открылась правда о преступлениях в Освенциме. Такая первая официальная попытка нарушить заговор молчания. Ну и попутно выяснилось, что профессора, преподававшие в университете, состояли в Национал-социалистической партии. Но вот насколько нелегкими и небыстрыми были в Германии процессы проработки прошлого, я думаю, здесь рассказывать совершенно излишне. Нужно сказать только, что общество предпочитало как-то выстраивать консенсус и двигаться вперед и вытеснять это, вытеснять с публичной сферы упоминания о прошлом как разделяющее общество. Атмосфера была в университете, вот в связи с этим заговором молчания, оказалась Зебальду невыносимо удушливой. И в 65-м году он переводится во Фрибургский университет в Швейцарии, заканчивает его и в 66-м году получает место лектора в университете Манчестера. В общем-то, эту точку можно и взять за счет эмиграции. То есть он уезжает из Германии в 22 года очень молодым человеком. И это добровольная эмиграция, продиктованная отвращением, несогласием, нежеланием мериться с молчанием соотечественников. Реакцией Зебальда на все это стала партизанская война против консервативного немецкого литературоведения и литературы, который он вел большую часть жизни. Зебальд, по выражению его ученика Уэйшута, вел одинокую герилью, направленную против немецких литературоведов и писателей. С 69 по 75 год он пишет довольно много рецензий. И вот эту деятельность его вполне можно рассматривать как такую сублимацию политического протеста. То есть в прямом смысле его творчество политическим назвать нельзя, но это отчетливо политические тексты, тем не менее. И в Германии он стал известен, в общем-то, даже сначала не как писатель, а как вот такой young angry man, то есть человек, яростно атакующий авторитет и обвиняющий их в подготовке фашизма. В Англии он учится, преподается затем литературу, выходят первые романы по-немецки, затем в авторизованных переводах, за качеством которых Забы тщательно следил. В 96 году появляется английский перевод иммигрантов. Это сборник из четырех новелла, которым, в общем-то, принято скорее говорить как о романе. В этом же году он публикуется в Америке. В ноябре 96 года появляется похвальный отклик Сьюзен Зонтак, которая объявляет книгу шедевром. И далее слава только нарастала, и, в общем-то, под конец жизни она превратилась в культ, то есть она приобрела уже такие действительно масштабы культа. Английская литература это имя довольно быстро апроприировала. Забыльда воспринимали как своего, как английского писателя. Ботовало удивление, что он, в отличие от Конрада или от Набокова, не пишет по-английски. Его воспринимали как пишущую совесть нации. Чиктиги посредством литературного катарсиса реабилитируют немцев и их прошлое. Ну, как хорошего немца, разумеется. Сам же Забыльд, в общем-то, в Англии себя как дома никогда не чувствовал. И вот Мария Степанова пишет, имя, под которым он печатался, как и язык, на котором он писал, были частью сложной и, безусловно, мучительной для него системы долговых обязательств. Писал он по-английски тоже, кстати. Значит, культ Забыльда в Англии шире в пространстве англоязычной литературы отчетливо сложился, как я уже сказала, еще при жизни писателя. И его смерть от сердечного приступа за рулем автомобиля стала для всех полной неожиданностью. Последующие 10 лет после этого его наследие активно осваивается. Причем Забыльд то, что называется goes pop. То есть к нему обращаются известные рок-музыканты. Ник Кейв, Патти Смит, Дэвид Бирн. Он, подобно Герману Гессу, становится таким вот культовым автором и частью популярной культуры. В 2013 году Мария Степанова пишет, при его нынешнем весе можно было предположить, что уже напечатали каждую сохранившуюся строчку, каждую хвисточку, как говорила про свое посмертное наследие Цветаева, хорошо знавшая, как это бывает. Ну и эту славу в англоязычном пространстве влияет, в свою очередь, и на репутацию писателя в Германии. Забыльд, как пишет Улашут, это единственный, не единственный, но один из немногих немецких авторов 20-го столетия, который удостоился собственного прилагательного. Забыльдянский, подобно прилагательному к Кавкианске, несет в себе очень такой понятный набор ассоциаций. Прежде всего, это исполнены меланхолии, печали, медитативные. Ну, вот литературоведы, словом, депрессивно не оперируют, но эта проза, она отчетливо передает ощущение такого распада, утраты, отсутствия. И в четырех больших романах писателя, мы сейчас их покажем, вот они, это «Головокражение», «Эмигранты», «Кольца Сатурна» и «Аустерлиц», особую роль играет тема памяти о трагических событиях прошлого, непосредственным очевидцем, которых автор не является. Тема изгнания. Этой прозе свойственен эффект остранения, то есть о чудовищных травмах XX века она рассказывает языком века XIX, если не XVIII. Ну, чаще всего говорят о влиянии австрийского Бедермайера в лице Дальберта Штифтера и немецкого преромантизма, это Жан-Поль. Эта проза очень плотно насыщена литературными аллюзиями, фрагментарная, такое очень мелкое интеллектуальное плетение, не претендующая принципиально на какую-то целостность. Она довольно плохо поддается пересказу ввиду отсутствия выраженного сюжета, но вот за исключением, может быть, романа «Аустерлиц», который, собственно, один из этих произведений, единственный, сколько-то похож на роман. По мнению Уэшута, опять же, это произведение оказывается близко к кондициональной форме романа, которая наиболее соответствует ожиданиям среднестатистического читателя на англоязычном рынке, и компромисс этот был во многом, в общем-то, обусловлен коммерческими причинами тоже. Не знаю, надо ли рассказывать содержание романа, на всякий случай два слоя скажу. Герой-раскащик передает содержание своих разговоров с неким Жаком Аустерлицем, историком литературы, с которым он случайно знакомится в Антверпене. Аустерлиц вырос под чужим именем Уильси. Он родился в Праге в 1934 году и вместе с другими еврейскими детьми в 1939 был вывезен без сопровождения взрослых в Англию. Вот эта поспешная эмиграция спасает его от смерти в концентрационном лагере, участи, постигшей его родителей. И узнав неожиданно до окончания школы своем происхождении, он отправляется на поиски следов своей семьи. И в Праге он находит подругу матери, которая сообщает, что мать была депортирована в концентрационный лагерь Терезенштадт. В рецензии на спектакль по Зебельдовскому роману Аустерлиц, который был поставлен в Петербурге в 19-м году, театральный критик Лидия Шитенбург писала «Идти от себя, примерить на себя, все что угодно, в том числе травматичный опыт прошлого. Эти основы, господствующие актерской школы, обеспечивают неизменный результат. На академические сцены по-прежнему выходят загримированные артисты в стилизованных под эпоху костюмах и хорошо поставленными голосами говорят, что голодают. В двух составах. Десятилетиями с юбилейными спектаклями. Или что их огорчают массовые расстрелы. Или что концентрационные лагеря – это плохо. Проживая же, неизменно плачут». Вот, пожалуй, наиболее заметный вклад Зебельда в литературу заключается в том, что он нашел принципиально иной способа говорения о травмах прошлого. Вот эта невозможность говорить о прошлом от лица очевидца катастроф, она приводит писателя к тому, что она приводит его к необходимости вести косвенный рассказ. Рассказ, не претендующий на чистую документальность. И вот Зебельдовский рассказчик, он постоянно уступает слово другим героям. Возникает так называемый рассказ, который сам Зебельд называл перископическим рассказом, перископической техникой повествования. Он его позаимствовал, он не придумал его сам, он позаимствовал его у Томаса Бернхарда. В романе «Аустрелитс» я-рассказчик передает историю «Аустрелитса», основываясь на рассказах других людей, которые тоже рассказывают это от первого лица. И стилистическая грань между этими «я-повествованиями», она оказывается смыта, стерта. И при этом постоянно приводится указание на источник речи. «Сказал Аустрелитс», «сказал Аустрелитс», «сказал Вера», «сказал Аустрелитс». То есть вот эти вот так называемые «inqued formulae», это от латинского «он сказал» или «он говорит», они организуют речевой поток и придают речи, такой Зебельда поэтической речи, свойственную ей музыкальность. Это довольно гипнотическая проза с довольно сложным синтаксисом. И вот надо напомнить, что знаменитое предложение из романа «Аустрелитс», которое повествует о том, как устроено гетто в Терезенштадте, оно занимает около 12 страниц в книге. Эта проза трудно поддается переводу. Марина Коренева, переводчик Аустрелитса, писала, Немецкий язык для такого способа повествования подходит как нельзя лучше, в силу грамматических особенностей. Наличие глагольной рамки, когда смысловая часть сказуемого стоит на последнем месте, к которому стремится все высказывание, структурно держит всю фразу, какой бы длинной она ни была, и одновременно выполняет символическую роль накопителя, сохраняющего в себе все увиденное, услышанное, осмысленное и собранное. Русский же язык с его свободным порядком слов и отсутствием конструктивных границ для подобного собирания не приспособлен. Он создает опасность превращения последовательной бесстрастной работы зрения и мыслей, занятых собиранием, в хаотичный поток впечатлений, никак не сцепленных между собой. «Эмигранты и Аустрелитс» – это тексты, которые напрямую касаются Холокоста. Два другие романа нет. Зебальда с легкой руки одного из критиков Нью-Йорк Таймса записали в главные спикеры Холокоста в литературе. Сам он всегда активно выставал против такого определения. И скорее его книги – это книги о человеческом страдании вообще. Ну вот здесь надо напомнить, конечно, в этой известной фотографии, где это из романа «Кольца Сатурна», где улов сельди рифмуется с фотографией тел, которые найдены в Бергенбельзене. Я сейчас процитирую Кирилла Кобрина. «Меланхолия Зебальда – это ни поза, ни кокетство. Она порождена беспомощностью частного человека перед ужасом европейской истории, который начался 14 июля 1789 года и до сих пор не завершился. Глядя на этот тупой кровавый балаган, частному человеку остается лишь тихо развести руками и побрести куда-нибудь подальше прочь. Но Зебальд ни в коем случае не ископист. Он бесконечно возвращается к кровавым полям Европы и всего мира, прокручивает в голове страшные картины, бесконечно рассказывает читателю истории о бельгийском геноциде в Конго, о разрушении немецких городов авиации и союзников, о расстреле вождей пасхального восстания в Дублине. Это ужас не кричащий, а приглушенный. Ведь речь идет о конвейере массовой смерти, где бы он ни работал. Ну и во многом, конечно, эта литература, она повествует о ужасах колониализма. В общем, об этом есть прекрасная статья Джуди Трайен. И вот Александр Скидан писал о том, что несколько заостряю, я бы сказала, что кольца Сатурна Зебальда это завуалированный под изящную словесность и великолепно темперированный империализм, как высшая стадия капитализма Ленина. Ну и, разумеется, таким фундаментальным свойством Зебальдовской поэтики является работа с фотографией. Но здесь, я думаю, не нужно много рассказывать, наверное, об этом все так или иначе слышали. То есть это фотографические изображения, которые интегрированы в текст и являются частью текста. И вот, наконец, мы переходим непосредственно к рецепции писателя в России. В России при жизни писателя после его смерти царит полное молчание. Первым переведенным текстом на русский язык становится одна из четырех новелл, которая входит в этот цикл «Эмигранты». Ее переводит Марина Коренева. Она публикуется в 2004 году в иностранной литературе. Это Пауль Берейтерс, книги «Изгнанники», четыре долгих рассказа. Далее в 2006 году выходит «Аустрилиц», тоже в блестящем переводе. Так, этого Пати Смит тут дает концерт в честь Зебельда. Называется «Макс Трибьют» в 2011 году. И далее в 2006 году выходит «Аустрилиц» тоже в блестящем переводе Марины Кореневой. И издатели романа «Азбука классика», они как-то недооценили ту роль, которую играют фотографии в зебельдовских текстах. И, в общем-то, выбросили половину, а заодно и убрали вот этого вот мальчика-пажа и заменили его на такую конструкцию. Но это была такая очень существенная ошибка, потому что фотография этого пажа, она имеет чрезвычайно важное значение для романа. Мариана Хирш писала о том, что весь семейный роман после Холокоста и фантазия выжившего могут выглядеть именно так. Как будто бы перед катастрофой существовал иной мир, более счастливый, не оскверненный, разразившийся за тем насилием. Выход этого перевода сопровождал перевод, посвященного Зебельду эссе «Сьюзен Зонта» «Куразум в трауре», которое, в общем-то, и внесло наиболее существенный вклад в канонизацию писателя в пространстве англоязычной литературы. Она была переведена Борисом Дубиным и опубликована в журнале «Критическая масса». И там же была опубликована рецензия на перевод «Аустерлица», где автор Горько жаловалась на недостаток внимания к Зебельду. Ну, собственно, вот не переводческая удача Марины Кореневой, не репутация Бориса Дубина, который, в общем, не раз упоминал Зебельду о своих статьях, не атмосфера вдумчивого осматривания, которую анонсировали в иностранной литературе, вот когда делали анонс этой повести, они как-то не дали результата, имя Зебельда, оно долго пребывало в забвении. В 2004 году появилась первая одинокая научная работа, посвященная Зебельду. И надо сказать, что до 2017 года о Зебельде было российскими германистами опубликовано всего четыре статьи. В 2013 году посвященном Зебельду эссе с той стороны, опубликованном в «Коммерсанте» Мария Степанова писала, «Положение Зебельда в России особое. Он тут подземный классик, потому что на поверхности его буквально нет, к нему отсылают, как к закрытому сокровищу. Это гротескная, оборотная сторона его мировой, совершенно уже устоявшейся за 12 лет по смерти славы, которая быстро сделала его чем-то вроде институции, если не индустрии. В России непереведенный, неосвоенный, неусвоенный Зебельд существует на правах тайного знания. О нем не пишут, но говорят, не рассуждают, но подразумевают. Это еще диковиннее потому, что именно здесь его способ существования в литературе должен был бы стать предметом первой необходимости. Однако уже в 2015 году газета «Коммерсант» в лице литературного критика Игоря Гулина констатировала наличие культа Зебельда в России. И вот в 2016 году основатель издательства «Адмаргенем» Александр Иванов в интервью литературному порталу «Горький» говорил о том, что постыдно не знать Зебельда, и все пространство культуры говорит мне, купи эту книгу, и я покупаю ее, потому что нельзя не знать книгу Зебельда. Зебельд – абсолютно канонизированный современный классик. Если ты не знаешь Зебельда, то ты просто сакс. В литературной критике звучат определения абсолютных классик, «Провозвестник», «Новатор», «Эталон». Согласно словам Юрия Сапрыкина, Зебельдевские романы образуют рамку, в которой литература сегодня думает о памяти. Благодаря усилиям Марии Степановой и русскому читателю становятся доступны романы Зебельда, которые выходят как раз в новом издательстве. В 2015 году выходит «Перевод естественной истории разрушения». В 2015 году «Аустрилиц» наконец обретает свой аутентичный вид, то есть выходит с этим мальчиком пожем на обложке. В 2016 году выходит «Кольца Сатурна», в 2019 году «Головокружение» и в 2020 году выходит сборник «Кампа Санта». То есть на сегодняшний день остаются непереведенными полностью только эмигранты и поэтические произведения Зебельда, ну и интервью, и литературная критика. Проходят публичные лекции. В 2019 году, ну вот здесь можно видеть книги Зебельда, выставленные в Доме книги. Это вот как раз все книги нового издательства. В 2019 году Евгения Сафонова ставит довольно успешный спектакль в БДТ в Петербурге по «Аустрилицу». Разумеется, произнося слова «бум» и «культ», мы имеем в виду не массового читателя, а все-таки некий более узкий круг. И при этом насколько все-таки текст Зебельда остается действительно освоено читателем, это тоже остается вопросом. Потому что, ну вот тот же Игорь Гулин писал, что это немножко похоже на ситуацию, когда о классиках западного модернизма все слышали, но никто их не видел. И их вещи становились предметом необходимых фантазий. С 2017 года по настоящее время опубликовано более 35 научных статей. Их особенностью, наверное, поразившей бы сейчас английского, американского или немецкого литературовида, который взялся бы их читать, становится полное невнимание к теме Холокоста. То есть вот эта репутация автора, пишущего о Холокосте, оказывается совершенно нерелевантна в России. Ну, это связано с отсутствием темы как таковой в российском культурном сознании. Я здесь в эту тему углубляться не буду. Может быть, отошлю к тому, о чем говорит в своих докладах Михаил Габович. Отдельно нужно сказать о довольно интересной продуктивной рецепции произведения писателя. Она заслуживает отдельного внимания и отдельной дискуссии. Эти книги довольно разные. Это Кирилл Кобрин, публицист-культуролог, книга перемещений постным фикшн, которая предваряет эпиграф в памяти Роберта Вальзера и Вега Зебальда. Это роман Алексея... Это вот из его книги. Это роман Алексея Мукушинского, сына Анатолия Рыбакова, и особенно его роман «Город в долине», где он, в общем, довольно подробно воспроизводит стиль Зебальда. Вот мы видим, что здесь вот эти вот конструкции «Закты Аустрлиц», «Закты Аустрлиц», «Закты Аустрлиц», они превращаются в «Говорил-Двигубский», «Говорил-Двигубский» и таким же образом текст функционирует. Мукушинский вообще довольно много обращается к Зебальду. Это другая книга, где он работает с фотографиями. Влияние Зебальда, в общем, не прямо, но, я думаю, все-таки ощущается в романах Николая Кононова, в романах Кати Петровской, и она не совсем принадлежит контексту русской литературы, но отчасти. Ну и, безусловно, это «Память и память», которую, наверное, все читали. Мария Степанова, как писал Михаил Геопольский, обретает в Зебальде своего литературного двойника. И, в общем-то, если у Кобрина и Мукушинского это скорее омаж, то у Степанова она действительно как бы развивает Зебальдевские мотивы и привносит некое дополнительное содержание. И имя Зебальда упоминается в романе более 30 раз. И вот эти постоянные апелляции к Зебальду, они тоже задают повествованию некий ритм. Написал бы Зебальд, сказал бы Зебальд, пишет Зебальд, говорит Зебальд. Зебальду посвящена отдельная глава. И вообще обращение к нему становится такой некой рамкой, скрепляющей роман. То есть вот он открывается омажем вот этому пажу на обложке и закрывается, завершается с Зебальдянской фотографией, где Степанова, как говорит Степанова, на которой якобы изображена ее прабабушка Сара. Говоря об этой рецепции, в общем можно сказать, что она характерна для писателей, которые работают с темой исторической памяти. И выражаясь словами Степановой, травматическая анфилада и трагических событий XX века. Революция, гражданская война, как у Мукушинского, Великая Отечественная блокада возникает на страницах этой прозы и образ самого Зебальда. Это такая хантологическая фигура, такой призрак, погибший загадочной и трагической смертью. Примечательной особенностью культурного трансфера здесь становится то, что произведение немецкого автора воспринимается в России через призму его литературной славы в пространстве англоязычной культуры. Творчество Зебальда принадлежит одновременно двум литературам, английской и немецкой. И его слава, его репутация в этих культурах, в этих литературах, она не одинакова. Дело в том, что в англоязычных странах за Зебальдом довольно рано закрепляется репутация современного классика, тогда как отношение к Зебальду в Германии довольно сдержанное и таким, в общем-то, и остается сейчас. То есть, естественно, вот эта рецепция его в Англии, она как-то влияет на восприятие его в Германии, но такой славы, как он обладает в Англии, скажем, в Германии у него нет. И, в общем-то, исследователи связывают это с тем, что в Германии Зебальд публикует свои работы постепенно и начинает он с романа «Головокружение», не лучшего романа из этих четырех. Даже как в Англии они выходят с очень небольшим интервалом и все начинается с эмигрантов. И вот вплоть до его смерти за эти пять лет лучшее его произведение один за другим начинает появляться и, соответственно, производит немножко другой эффект на читателя. В 2008 году один из бывших университетских коллег утверждал, что в Англии над Зебальдом нависла опасность превратиться из писателя в феномен. Ну и вот здесь надо сказать, что, конечно, Зебальд приобрел в России такую славу благодаря личным усилиям и личному как бы дару убеждения Марии Степановой, которые вполне, в общем, удались ее популяризательские усилия, она стала такой, наверное, русской физиозонтой, которая внесла вклад в создание репутации писателя. Но нужно сказать и о благоприятности исторического момента. И совершенно не случайно, что эти книги приобретают популярность где-то вот ну скажем в 2014 году и после 2014 года. То есть это контекст вот этого воспаления памяти, о котором говорит Николай Пле, это все эти процессы, которые мы были очевидцами, это переструктурирование культурного времени, о котором писал Борис Дубин еще в 2008 году, когда роль главного события одновременно начало новейшей истории начинает принимать на себя война и победа. и то, что Николай Пле называет судорожной активизацией сталинского комплекса, и вот эта вся ретроутопическая повестка. И Степанова в своих эссенах называла ретро-романию диковатой, клочковатой архаизацией, уклонением от реальности и неразвлечением себя и деда. И вот эта вот оптика рессентимента, она принимает пугающие масштабы идеологического кризиса, по мнению Степановой, и отсутствие какого-то футурологической перспективы пугает ее гораздо больше, чем тотальность вот этого всего. Отсутствие тоски по новому и боли к новому пугает меня едва ли не больше, чем все коллажи из старинных усов и лозунгов, которыми занимает себя современность. Ну и Зембль, собственно, и Мария Степанова, и, в общем-то, наверное, всем, кто так или иначе касается его имени, его имя связывается с другим восприятием истории и с неким таким, ну что ли, идеологическим протестом. И вот этот разговор о Земблье в России во второй половине 2010-х годов может быть понят как одна из манифестаций сопротивления ретроутопическим настроениям времени, наряду с самыми разными феноменами, скажем, с практиками коммеморации, которые идут снизу, которые, скажем, установки табличек жертвам сталинского террора или там дела подобные делу Дениса Карагодина, растущая популярность акции возвращения имен и так далее, и так далее. Бум памяти, которым одержим Отечественный театр последних десятилетий, это спектакли Додина, спектакли Карбауски, в общем, сотни спектаклей. То есть, когда вот это высказывание об исторической памяти становится таким зоповым языком, на которых театр говорит о травмах прошлого, а на самом деле рассуждает о сегодняшнем дне. Ну и, наверное, еще последнее, о чем я хотела бы сказать, это то, что растущий интерес к Зевольду связан с мемориальным бумом в социальных науках. То есть русскому читателю в десятых-двадцатых годах становятся доступными публичные переводы переводы книг Асман, Хирш и других авторов, и он там неизбежно встречает это имя. То есть Алейда Асман, например, «Длинные тени прошлого» пишет о роли Зевольда в формировании так называемых жертвенных нарратилов, то есть вот это нарушение табу относительно бомбардировок немецких городов союзнической авиацией. Мариана Хирш вписывает его в свой канон литературы о постпамяти, когда она объясняет, что такое постпамять. То есть вот Зевольд приходит не только из литературной критики, не только из театра, но и из этих книг его имя становится известно отечественным читателям. Вот на этом наверное я на этом хотел бы завершить свое выступление. Большое спасибо Светлана, потрясающий доклад. Пожалуйста, если можно вернуть экран и да, и мы тогда начнем вопросы суждения. Сколько я по времени говорила? Ну все отлично, я тоже не знаю, все очень хорошо. Пожалуйста, Михаилу первое подняли руку. Я не первый поднял руку, но поднялось, да. Большое спасибо за этот рассказ. Вы когда вы рассказывали о том, как собственно Зевольд пришел в Россию, был момент, когда упоминался и Иванов и другие авторы с таким тезисом Зевольда знать необходимо, потому что его необходимо знать. Это не это мода, это просто обязательно знать, да, но понятно, выглядит это как навязывание некой повестки чтения определенной группой профессиональных читателей, профессиональных литераторов, в общем, всем остальным. То есть такое совершенно обычное использование своего большого символического капитала для утверждения своей власти культурной. Вот вопрос. Кроме вот этого, понятно, что Мария Степанова у нее своя совершенно история, но все остальные, кто говорил про Зевольда, они как-нибудь объясняли, чем Зевольд так вот необходим именно российской современной культуре. У нас ведь своя очень богатая традиция письма оба этой всей истории и проговаривания истории. Здесь, может быть, не так важны фотографии, но важно посещение этих мест и так далее. Короче говоря, у нас есть что читать. Почему именно Зевольд? Они объясняли, что вот такое Зевольд дает, что нам не хватает и что нам очень нужно узнать. Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос, спасибо. Да, они объясняли, они объясняли это тем, что это, кстати, во многих дискуссиях возникает, о том, что у нас есть свой потрясающий канон литературы о травме, но сейчас вот как бы эта тема сохраняет актуальность, повестка сохраняет актуальность, но рассказывать об этом языком Шаламова или языком Солженицына или языком Олешковского совершенно невозможно. То есть вот этот язык очевидца, то, что Иван Степанова называет, Иван Иванович подошел к окну, то есть вот в реалистической манере об этом рассказывать совершенно невозможно, и естественно, что культура как-то есть какие-то новые языки. Вот, наверное, так. Спасибо, Александр. Ладно, спасибо. Добрый день. Я несколько поздно подключился, но я как раз хотел послушать доклад. Я хочу под российского контекста вернуться к немецкому, к немецкой литературе. может быть, вот вы дадите немножко как бы контекстуализируете Зебальда современную немецкую литературу, чем он так отличается, например, от Генриха Бюэля, например, да, Генрих Бюэль, который тоже писал вот на темы такого рода, или Гюнтер Грасс, или другие писатели этого как бы последнего поколения, он как-то выбивается из этого, да, и вы даже сказали, что он больше, его рецепция в Англии была более, так сказать, быстрой и глубокой. Существенно, да, спасибо большое, спасибо. Существенно, существенно более интенсивный, он вот как раз этим он и отличается, то есть это текст, который постоянно показывает свою собственную условность, то есть он постоянно демонстрирует свою сконструированность, это то, что он взял собственно Томаса Бернхарда, который всегда говорил, что в моей книге все искусственно, и это принципиальное такое заявление стоит о том, что мы этого не переживали, и говорить об этом так, как об этом говорят жертвы, мы не можем, и это отличает его от Биоли, от Грасса, у которых в общем более такая реалистическая, что ли, насколько это можно так сказать, хотя прогресса нельзя сказать, что это реализм совсем, но в общем это какая-то большая искусственность текста, которая себя показывает, выпячивает, такая поза, мне так кажется. спасибо. Светлана, может быть, я задам вопрос, пока есть возможность. Вы говорили о рецепции, когда говорили о рецепции в России, вы говорили о критиках, о писателях, которые либо имитируют стиль, либо пишут в этом же духе, а в каких-то философских текстах есть какой-то озвук творчества Зебальта или нет? Это мне сложно сказать, потому что, наверное, я мало читал философских текстов. К сожалению. Может быть, у коллег лучше. Может быть, я не знаю, коллеги помогут. Но Борис Дубин, я не знаю, наверное, он всегда последовательно апеллировал к Зебальту, кто еще. Трудно, трудно сказать. Спасибо. Пожалуйста, есть ли у нас еще вопросы? Да. Можно ли вопросы? Да, пожалуйста, конечно. Значит, Светлана, в первую очередь, огромное спасибо за доклад. И, в общем-то, это такая актуализация, которая очень нужна на самом деле. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление о фильме, видели ли вы его фильма о Сергее Лознице по естественной истории разрушения. Кажется ли вам это стоящим упоминание? со своей стороны, я могу сказать, что Лозница совершенно неординарный художник. и все, что мы видели, он снимал до сих пор, оно стоило внимания. А здесь как? Вот, к сожалению, Лозницу я не первый фильм по Забальду, ни второй я, к сожалению, не видела. Я знаю, что они есть, но я знаю, что это не такая непрямая цитата, это скорее такие очень отдаленные какие-то темы, мотивы. Поэтому здесь я, наверное, не прокомментирую. Спасибо. большое за доклад. Одна ремарка по поводу Забальда в Германии, это моя гипотеза, но я имел дело немножко с дебатами, даже не дебатами, скорее с рецепцией некоторых современных исследований о бомбардировке немецких городов. И на мой взгляд, по моему ощущению, конечно, не специалисты именно в этой области, но по-моему, как-то тема была табу, так она и остается по большому счету. Это не значит, что не выходит никаких работ об этом, но просто это не становится предметом какой-то публичной дискуссии, что в Германии обычно является признаком того, что тема все-таки не является табуированной, то есть в СМИ практически не обсуждается. В этом смысле Зебальд такой автор для немецкого читателя не очень приятен, потому что он поднимает темы, которые в общем здесь стараются лишний раз не поднимать пока. С какого-то момента это станет снова предметом обсуждения. Причины я не буду гипотезы выдвигать, я думаю связан с тем, как функционирует общественное поле в Германии. У меня вопрос другой, он связан как раз с Россией, а не с Германией. Вы упоминали и в аннотации, и в докладе понятие воспаления памяти в Беркле. Оно мне лично не очень нравится, потому что мне кажется, что с медицинской зрения сравнение не очень хорошее. Речь идет о том, что происходит какое-то избирательное выделение некоторых элементов истории, которые представляются важными, эти элементы могут быть реальными, могут быть вполне себе придуманными. Это не совсем то, что приходит в голову при понятии воспаления. Но тем не менее, насколько вам кажется, что тексты Зебальда могут дать что-то для развития вот этой дискуссии, скажем так, понятия, которое, конечно, еще идет, там просто другие понятия используются. Больше, мне кажется, воспаление памяти как-то не до конца прижилось в широкой сфере. Вот насколько может быть с этой стороны можно зайти, обсуждая актуальность Зебальда для каких-то современных вопросов. В частности, для того, чтобы разбирать, почему такая актуальность сталинизма опять в России. Спасибо. Спасибо большое, Алексей, за вопрос. Здесь можно я все-таки прокомментирую первую часть. Дело в том, что да, Зебальд, нельзя говорить о том, что табу было нарушено совсем, то есть вот это замолчание, но вот об этом в частности у Алейда Асман в «Длинной тени прошлого», у него об этом есть целая глава, о том, что Зебальд и Гюнтер Грасс, они вот как бы вдвоем, именно потому, что у них не было, их нельзя было заподозрить в рессентименте. То есть, когда говорили о том, что вот бомбить немецкие города это тоже плохо, люди тоже страдали, здесь должна была быть какая-то кристально чистая репутация, вот нельзя было их заподозрить совершенно в рессентименте, они все-таки подвинули это немножко, то есть, как бы вот после этого все-таки может быть не случилось какой-то масштабной дискуссии, но по крайней мере вот это молчание, лед они вот этот как бы совсем разбили. Да, действительно, он совершенно неприятный для немецких авторов писатель. Неприятный, кстати, еще и потому, что действительно, потому что он очень многих обидел своими вот литературно-критическими работами, которые были там во множестве, задел всех просто кого только мог, вот, поэтому к нему такое сдержанное отношение. Вот, а что касается, что касается дискуссии, современной дискуссии, не знаю, вот, например, та же Степанова, она пишет, что проза Зебальда, это как бы это такой, вот она ему приписывает инстинкт каталогизации, говорит, что это такое, такое действие, такое она называет метафизический активизм, то есть, это что-то вот сродни литургии, когда вот поминание имен на праскомидии, когда вот это бормочет имена, и они могут быть как бы проговорены тихо, там как-то невнятно, но самое главное их произнести, и они все должны быть произнесены, и эти имена, они идут без как бы всякой иерархии, что ли, без, и это поминание всех жертв, вот, как бы без разбора, то есть, это человек, который устраняет из текста вообще категорию интересного, то есть, все важно, важно все, и вот может быть такая какая-то такого сорта память, то есть, вот у нас эта память предыдущим канонам литературы о травме, она как-то, там есть какие-то акценты, кто как бы заслуживает упоминания, кто не очень, как-то так, наверное, а это такая память, которая как бы, которая поминает всех, вот, вот, вот чего-то такого не хватает, по крайней мере, так Степанова себе это мыслит, я не знаю, может быть, я сумбурно сейчас говорю, ну, 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 что-то, что-то вот такое, вот, спасибо. Ну, спасибо большое, это все-таки пересейши. Спасибо, да, если можно, я еще вот одну секунду, если у Игоря Александровича вопросов нет, я просто прокомментирую то, что он мне прислал перед докладом, вот, он говорил, что счеты с литературой руин, которые, когда оценивают литературу руин, как раз используют зебальдовские трактовки и говорят, что это вот неприемлемо, так сказать, обвиняют вот этих авторов в искусстве абстракции и метафизическом шарлатанстве, то есть, в том, что они не рассказывали об этой травме таким, наоборот, в реалистической манере, что ли. И я хотела здесь сказать о том, что насколько вот, во-первых, сильной была вот это, то, что Увы Шута называет панк Зайта Зебальд, то есть, он действительно был таким литературным панком, то есть, это было очень как бы утрировано, не всегда справедливо и, в общем, абсолютно тут его защищать, конечно, нечего. Вот, и еще я хотела сказать, что это была глубоко личная травма, потому что мать попала в 43-м году под эти бомбардировки и это была травма, которая как бы была очень значима для него лично, для семьи и так далее. Поэтому все вот эти вот какие-то несправедливые оценки, которые он там раздавал направо и налево, они там могут быть объяснены. Вот. Ну, я отреагирую. Да, конечно. Хорошо. Да. Я хотел, кстати, сказать по поводу того, что вот, все-таки это не такое табу, про бомбардировки и об этом в прессе иллюстрированной, массовой, ходили большие материалы еще 20 и более лет назад, вот тогда они действительно выглядели достаточно, как бы, неожиданно, почти скандально в контексте конца 90-х, начала 2000-х. Да. и по поводу вот того, что травма, тут вот в этом как бы тонкость, да, тут уже как бы есть некоторые поколения посттравматизированных, то есть тема Холокоста в том числе становится вопросом в исторических исследованиях, в литературоведческих исследованиях в Германии, как бы тема, так сказать, посттравмы во втором, в третьем поколении. Но тут просто ситуация с вот этим эссе про бомбардировки, которые одновременно являются для Зебельда платформой для упреков вот, собственно говоря, классиком послевоенной литературы немецкой, которые под этими бомбардировками сидели и это люди, так сказать, непосредственно ими травматизированные. У Эсебельда идет некое, мы имеем дело с некоторой воображаемой травмой, так сказать, с травмой восприятия, с травмой восприятия рассказанного и увиденного уже на пленке. Вот. И поэтому, конечно, в контексте как раз исследования послевоенной немецкой литературы довольно получилось роковую. Он роль сыграл для немецкого литературоведения, поскольку все опираются на его суждение, что о всех ужасах военного времени можно рассказывать только документальным образом, а любое философское их осмысление является некоторым шарлатанством, как он и говорит. Вот, собственно говоря, в этом заключался тот месседж, которым я поделился со Светланой до семинара, но, собственно говоря, для меня этот месседж так и остается актуальным и проблемой. мать погибла, но я так услышал, что она не погибла. Нет, она не погибла, она пережила, да, она пережила эти бомбардировки. А те, встраивал, а те, кто делал в литературе, то есть занимался настоящей, на мой взгляд, литературой, то есть делал то, что Зебель называет метафизическим шарлатанством из опыта бомбардировок, каким-то образом их литературным образом во что-то превращал и преображал. Вот у них там действительно погибали люди. Нет, здесь ни в коем случае не надо его защищать, и просто надо понять, что это молодой человек 22 лет, которого раздражает вот эта атмосфера в университете, где совершенно какая-то такая тухлая, и он стремится этот гнев куда-то излить. Скажите, пожалуйста, а вот эта литературная критика литераторов, это как бы вот этот выпад, он был только в первой половине жизни, потом это закончилось или он всю свою жизнь в общем резко оценивал творчество других авторов. Я специально не занималась никогда его литературной критикой, но насколько я знаю, насколько я читала об этом, довольно ядовитый стиль за ним сохранился до самого конца. Но целью этого ядовитого стиля, этой критики, собственно говоря, за что он боролся, что он хотел искоренить? Он обвинял всех в том, что они способствовали наступлению фашизма или каким-то образом способствовали заговору в молчании, он обвинял Дюблина, обвинял Штеренхайма всех подряд. Если можно маленькую если можно маленькую ремарочку. Дело в том, что так вышло, что истории Холокоста и его как бы литературными и нелитературными реминисценциями мне пришлось заниматься с начала 90-х годов. И вот мне кажется, потому что я услышала сейчас то, что делал Зебальд и его восприятие, оно имеет реакцию на то, что позднее в литературе было выражено словом Шоамен. Нужно ли это пояснить? Дело в том, что в Израиле на иврите Холокост называется Шоа. Это еврейский термин катастрофа. Так вот, вот это, вот этот феномен Шоаменства и Шоаменов, которые всячески визуализируют и так далее трагедию Холокоста, вот мне кажется, что это могло вызвать у Зебельта совершенно естественное и нормальное отторжение от этого всего и специфика манеры его изложения, вот уход от прямой речи, уход от как бы непосредственного присутствия, это реакция отторжения на вот это Шоаменство. Я очень надеюсь, что просто зная предыдущее творчество Сергея Лозницы, к сожалению, мы не нашли пока фильмов в доступе, чтобы их посмотреть, но зная его манеру и зная уровень его талантливости, мне кажется, что он будет созвучный Зебельту именно в этом, он будет уходить именно вот от этой традиции шоаменства. Я на это надеюсь. Спасибо. Спасибо большое, Светлана, ну спасибо вам огромное. Я думаю, что мы сейчас остановим запись и немножко еще останемся. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok